МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Пространство, в котором живет человек, должно быть полезным, безопасным, удобным и умным. Федеральная программа формирования комфортной городской среды – это намного больше, чем просто благоустройство. Это комплексные изменения окружающей человека среды от двора, который становится логичным продолжением дома, до улиц, общественных территорий и жилья, которые обеспечивают безопасное передвижение жителей и комфортное пребывание. А облик радует своей неповторимостью. Вот этот проект – одна из составляющих национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Какое значение придается городской среде и как измеряется степень ее комфортности в Самаре, поговорим сегодня с гостем студии. Алексей Борисович Старостин, заместитель руководителя Управления и развития реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, понятие «комфортная городская среда» становится, наверное, одним из популярных и устойчивых выражений в нашем современном обществе. Все нацелено для благоприятной среды, для жизни, развития и деятельности человека. А вот понятие «что такое городская среда»? Что такое городская среда? Ну, это, наверное, все-таки понятие надо рассматривать гораздо шире, чем привязывать к отдельным общественным территориям. Это все-таки общая локация города, это дворы, это общественные территории, это бульвары, скверы, это, по сути, все то, что окружает жителей городских округов, все то, что встречается в подседневной жизни. И непосредственно «комфортная городская среда» – это уже создание условий для повышения качества жизни и существования в городском округе Самары. Ну вот «комфортная городская среда», согласны вы со мной, в том, что она проявляется вот именно в маленьких деталях. Это значит, что вот каждый куст или лавочка все-таки делает нашу жизнь комфортнее? Конечно же. Ну, возьмем обычный день гражданину, да, то есть это выход непосредственно из квартиры в подъезд, да. Это уже первое впечатление – это состояние там подъезда. Второе – это выход на дворовую территорию, где сразу также создается впечатление о местнорасположении дворовой территории, о состоянии дворовой территории, о качестве, соответственно, благоустройства данной дворовой территории. Дальше, соответственно, это общественный транспорт, общественный установки, движение общественной территории. И у нас наш гражданин каждодневно сталкивается с восприятием городской среды, да, и чем городская среда будет благоустроеннее, чем городская среда будет развитой, И тем самым у нас восприятие наших горожан общественности, общественной обстановки, оно будет, соответственно, лучше. От мала до велика сталкивается, продолжу я вашу мысль. Взрослые, когда идут из дома на работу, к примеру, ну а школьники, когда идут со школы домой, одни идут маршрутом по бульвару и скверу, другие идут просто мимо красивого парка. И то, что наш город преображается, это видно, конечно, невооруженным глазом и с каждым больше. Общественных благоустроенных пространств в нашем городе становится все больше. Но вот можно ли подводить итоги 2022 года? Скажите, пожалуйста, сколько объектов в нашем городе было благоустроено? Ну, хотелось бы начать с того, наверное, что у нас все-таки комфортная городская среда. Это реализация, это является составной частью действительно национального проекта жилье «Городская среда». На территории городского округа Самара два направления реализации комфортной городской среды. Это благоустройство общественных территорий и благоустройство дворовых территорий. Если рассматривать благоустройство общественных территорий, то в текущем году было благоустроено пять общественных территорий в рамках реализации данного проекта. Если рассматривать благоустройство дворовых территорий, то в текущем году было благоустроено 56 дворовых территорий. Во всех районах города? Во всех. Это во всех девяти внутригородских районах городского округа Самара. На данный момент у нас по данным направлениям, соответственно, приняты все благоустроенные территории. Проведены, соответственно, общественные комиссии по приемке общественных пространств. Замечаний по результатам не было. Принято, соответственно, в эксплуатацию. Скажите, а какое общественное пространство, сквер, Калипарк вас лично поразило особенно? У нас при реализации общественных пространств, при благоустройстве общественных территорий каждый проект все-таки индивидуален. И каждый проект у нас несет то или иное, соответственно, внутреннюю изюминку реализации территории. Ну, почему прежде всего так? Да потому что, наверное, у нас все-таки каждая территория, прежде чем благоустроиться, у нас проходит ряд процедур, в которых непосредственное участие принимают наши граждане. Да, это первое, начинаем от отбора как общественных территорий. Последующим у нас происходит процедура по голосованию за дизайн проекта. В результате данных процедур у нас любой гражданин может высказаться за внесение изменений непосредственно в конструктив, в дизайн проекта общественной территории. Все мнения, они учитываются, значит, и, соответственно, общественной комиссией принимается уже готовый результат дизайн проекта, который в последующем реализуется непосредственно площадке. И в самом процессе непосредственно реализации общественной территории у нас граждане также активно принимают участие от этапа строительства до этапа ввода в эксплуатацию. И уже непосредственно на этапе ввода в эксплуатацию общественной территории у нас граждане имеют возможность высказывать определенные замечания к реализации, которые в последующем устраняются, и после этого только территория вводится в эксплуатацию. Давайте рассмотрим каждый приведенный вами пункт по порядку. Но прежде в Самаре в этом году полностью преобразился сквер имени Куйбышева. После масштабного благоустройства вы открыли во время празднования Дня города. И теперь он является одним из излюбленных мест для отдыха жителей областного центра. Подробности расскажет Александр Кочетов. День города. Кроме того, на объекте обновили освещение, а по всему периметру установили дорожные ограждения. Напомним, списки объектов, которые преображаются по программе формирования комфортной городской среды, определяют сами жители города. Каждый может принять участие в рейтинговом голосовании. На площадках, собравших наибольшее количество предпочтений, проводятся работы по благоустройству. Благодаря активности граждан в 2021 году сквер имени Куйбышева занял четвертое место. Жители очень активно включились. Здесь много общественников подключилось, потому что парк находился в таком уже, скажем, мягком таком состоянии, не очень. Вот, люди обрадовались. Заняли четвертое место из 20, которые были предоставлены городу, там, городом для размещения мест общественных. Проголосовало более 22 тысяч человек, почти 23 тысячи. По словам местных жителей, победа в рейтинговом голосовании была для них очень важна. Информационная работа шла на предприятиях в местах массового скопления граждан. Многие следили за промежуточными итогами голосования как за спортивным мероприятием. Как итог, сначала радость победы, а теперь и удовольствие от прогулок. У меня у самого двое детей, и по сути своей, до момента образования данного сквера, единственное место, где дети могли посидеть, это либо детские площадки, которые предназначены для детей дошкольного возраста, либо возле подъезда на лавочке. Благодаря открытию данного сквера, дочь у меня очень лестно отзывается о том, что здесь стало комфортно, стало хорошо, красиво. Освещение, слепло, не страшно, качели можно покататься, ну и, скажем так, это стало для жителей местным притяжением. Напомним, в этом году в Самаре преобразились пять общественных пространств. Помимо сквера имени Куйбышева, первый этап благоустройства выполнили в парках Молодежный и Воронежские озера. Полностью обновились сквер Узакса в поселке Управленческий и сквер в районе дома номер 170 по улице Ташкентской. Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, как формируется перечень пространств для голосования? Перечень общественных территорий для голосования, он формируется в соответствии с действующими программами. Это у нас программа Самарской области и программа городского округа Самара. Соответственно, данными программами предусмотрены следующие механизмы формирования адресных перечень. Программа «Комфортная городская среда», она включает в себя все общественные территории городского округа Самара, которые требуют благоустройства. По результатам, соответственно, отбора у нас отбирается определенное количество территорий, которые составляют 20, уже в соответствии с которыми осуществляется работа по подготовке непосредственно дизайна проектов благоустройства. Каждая территория у нас прорабатывается архитектурным сообществом, где учитывается особенность, историческая особенность, особенность по месторасположению территории, это администрация внутригородского, это районы, соответственно, это назначение территории, это может быть либо пешеходная какая-то зона, бульвар, может быть сквер, либо парк. Соответственно, от этого, исходя из этого, принимаются определенные уже архитектурные решения по благоустройству территории и готовится дизайн-проект. Следующим этапом у нас является обсуждение дизайн-проектов, где каждый из 20 дизайн-проектов у нас размещается в средствах массовой информации. Это у нас официальные сайты администрации городского округа Самара, это у нас официальные сайты департамента городского хозяйства, это у нас газеты и, соответственно, также телевидение. Также при обсуждении, соответственно, это, как правило, у нас идет определенное количество времени, утвержденной программой, соответственно, рассматриваются и проводятся встречи на уровне администрации внутригородских районов с сообществом, где также, соответственно, каждый дизайн-проект рассматривается коллективно и вносятся те или иные предложения. В результате всего это у нас проводится заседание общественной комиссии, и уже по результатам заседания общественной комиссии у нас принимаются решения об утверждении дизайн-проектов. Но вот сам процесс голосования очень сильно интересует, про ресурсы, которые задействованы, вы уже рассказали, а вот насколько прозрачен сам процесс голосования и, конечно, роль жителей? Ну, собственно, вот как раз мы с вами и подошли к основному этапу отбора общественных территорий, это этап голосования. После того, как утверждается дизайн-проекты, собственно, и проходит процесс голосования. Ну, если маленько окунуться в историю, которая у нас идет с начала формирования и реализации программы «Комфортная городская среда» с 2018 года, то данный процесс, он проводился, значит, несколькими этапами. То есть первые годы у нас проводилось голосование. Это в очной форме, непосредственно в очной форме, где у нас были организованы непосредственные пункты, граждане приходили и в урнах оставляли те или иные голоса за территорию. По сути, это вот форма голосования. В последующие годы у нас применялась смешанная форма отбора, ну, проведения голосования, при которой уже учитывалась не только очная форма голосования, но в том числе и заочная, которая включала интернет-голосование на интернет-ресурсе администрации городского округа Самара. На протяжении двух последних лет, значит, Министерством строительства Российской Федерации было принято решение о проведении единого голосования на единой платформе Минстроя России. Значит, и уже текущие годы, и предыдущий год у нас голосование осуществлялось по дизайн-проектам, по общественным территориям, которые были отобраны на голосование, на единой федеральной платформе. Первые годы голосования, которые мы проводили, у нас было зафиксировано рекордное количество там голосов. Действительно, это была проведена работа с общественностью, была проведена работа с управляющими районами, с администрациями районов. И у нас было обеспечено порядка 200 тысяч голосов по общей федеральной площадке. Собственно, и по сравнению с этим годом, когда мы голосовали уже за благоустройство дворовых общественных территорий на 2023 год, у нас также было принято голосование по общественным территориям не меньше, чем мы показали первые результаты. Поэтому это, значит, что влияет голосование? Ну, прежде всего, это вовлечение, да, то есть это вовлечение наших граждан в процесс благоустройства общественных пространств города, да. Это влияние на непосредственно среду городского округа Самара, где каждый гражданин, он имеет возможность принять участие и предложить благоустройство ту или иную территорию. Ну и по результатам наибольшего количества, конечно, голосов, которые отдаются за ту или иную территорию, у нас идет формирование очередных перечней на благоустройство в следующий период. Да, я хочу сказать, что наши жители очень неравнодушны к этой программе и занимают, в общем-то, активную позицию, потому что действительно в их руках изменить окружающую среду и благоустроить свой любимый город, особенно вот место, где, к примеру, они проходят каждый день, лежит их маршрут. Но вот все-таки что, на ваш взгляд, в большей степени способствует повышению качества комфортной городской среды, о которой мы сегодня с вами говорим? Ну, повышению качества городской среды, прежде всего, способствуют это совместные усилия, которые применяются при реализации данных проектов, которые заключаются, собственно, и в совместном формировании идеи благоустройства территорий и в совместном участии непосредственно в реализации данных проектов. И прежде всего, вот эти составляющие, они позволяют добиться тех результатов, которые, собственно, и у нас реализуются на протяжении последних лет в городском округе Самары. Мы очень часто говорим об активной позиции жителей, и это здорово, конечно, но все-таки помощь администрации оказывается немалая. Действительно это так? Ну, конечно же, да. У нас при реализации, значит, непосредственно процесса и отбора, и выбора, и дореализации самих проектов с заключением муниципальных контрактов и приемкой выполненных работ, это осуществляет администрация городского округа Самары по общественным территориям. Конечно же, да, то есть это и организация, и в том числе и привлечение архитектурного сообщества, и непосредственно активных горожан наших, которые неравнодушны к реализации данного проекта, ну, собственно, и совместная, то есть это, да, это, собственно, совместная реализация проекта. А вот если все-таки обратиться к цифрам статистики, какие цифры можете привести, вот если мы говорим сейчас об организации, конечно, и благоустройстве общественных пространств? Ну, хотелось бы отметить, что если брать статистику, собственно, реализации общественных территорий, то у нас, начиная с момента реализации комфортной городской среды, это с 2018 года, у нас реализовано более 30 территорий общественных, это по программе комфортная городская среда, общественных территорий. И также помимо программы комфортная городская среда, значит, администрация городского округа Самара реализует благоустройство общественных территорий по иным проектам. Если брать совокупность данных программ, то у нас за период с 2018 года было реализовано больше 50 общественных территорий благоустроено. Собственно, это порядка 50% от общей потребности территории, которая есть и требует благоустройства на данный момент. Алексей Борисович, а вот любопытно, есть ли общероссийские рейтинги? И вот «Самара» по реализации проекта «Комфортная городская среда» на каком месте стоит? Есть у нас, конечно же, и программы, общегородские конкурсы, федеральные конкурсы по реализации нацпроектов. Ежегодно администрация городского округа «Самара» по реализации благоустройства общественных территорий подает непосредственно заявки на участие в конкурсах. По сути, что такое конкурс? Это презентация того или иного реализованного проекта благоустройства. Поэтому наши действительно проекты, которые были реализованы в рамках наших программ, они подавались на, соответственно, участие в конкурсе и были размещены на сайтах правительства Российской Федерации, это сайт Минстроя, как, соответственно, победители и номинанты. Спасибо. В Самаре завершено благоустройство общественных территорий по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», инсценированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году обновление коснулось пяти общественных пространств, преобразился сквер в районе дома номер 170 по улице Ташкентской. В сентябре было его официальное открытие. За благоустройство территории активно голосовали жители на платформе 63-городсреда.ру. Давайте посмотрим вместе сюжет. В Самаре стало на одну благоустроенную территорию больше. Идея организовать пространство для отдыха появилась у активных жителей по улице Ташкентской 170 и близлежащих домов еще три года назад. Раньше здесь были несанкционированные гаражи и объекты торговли, а сейчас на месте пустыря и бурьяна напротив больницы Середавина – красивый сквер. Раньше территория вообще там как таковой не было общественного пространства. Там были гаражи, была заросшая территория. И вот жители захотели создать новую зону, так сказать, прогулочную. Территорию всю расчистили и комплексно там благоустроили. За благоустройство сквера в районе дома номер 170 по улице Ташкентской проголосовали более 24 700 самарцев. После реконструкции улицы Ташкентской стало понятно, что в этом районе не хватает общественного пространства, где могут отдохнуть жители близлежащих домов и всего города. Рядом с новым сквером расположено множество социальных объектов, остановка общественного транспорта. Когда появилась возможность благоустроить это пространство, жители активно включились в процесс голосования. Территория заняла второе место по итогам рейтингового голосования. Прекрасный сквер. Мы так долго его ждали. Мы голосовали. Мы все переживали, чтобы мы выиграли этот конкурс. Поэтому были приложены большие усилия для того, чтобы такая красота у нас была. По словам жителей, раньше эта территория не была сквером. Когда-то здесь были разбиты огороды, потом стояли гаражи, велась незаконная лоточная торговля, собирались шумные компании. Сейчас территория площадью более 10 тысяч квадратных метров преобразилась до неузнаваемости. После того, как эта городская комфортная среда осуществилась, все-таки у нас в городе это работает, и сразу же начали строить, возводить этот сквер. И люди так довольны, что дети приходят, мамочки с детьми, люди преклонного возраста, пенсионеры отдыхают на лавочках, дети играют на площадках, здесь сквадром для них сделан. Для занятий физическим спортом, уличным. Здесь есть воркаут, такая вот площадочка. В общем, все прекрасно, всем все нравится, и жители микрорайона довольны. На территории выполнено устройство пешеходных дорожек, газонов с автополивом, освещение и малых архитектурных форм, урн и скамеек. Единственное, что где-то пока название у этого сквера, но уже в проекте, мы как бы придумали, хотим назвать его любимым. Я думаю, что оправдывает это будет название этого сквера. 6 сентября в Самаре состоялось торжественное открытие нового общественного пространства. Преобразование территории стало возможным благодаря НАСПроекту «Жилье и городская среда». 2023 год будет таким же насыщенным на благоустроительные события? Да, конечно же, у нас на данный момент уже сформированы непосредственно территории, которые мы будем благоустроить в 2023 году. Они включают в себя четыре общественных пространства. Это продолжение благоустройства начатых в текущем году двух парков. Это парк «Молодежный» и парк «Воронежские озера». И благоустройство двух территорий. Это у нас «Ерик-парк» в микрорайоне «Волгарь» и «Сквер Самарец», который находится на улице Победа, значит, в городском округе Самара. По данным территориям, данные территории были отобраны по результатам общественного голосования, проведенного в начале текущего года. Они заняли наибольшее количество голосов, и, соответственно, по результатам на данный момент про них проводится работа с целью уже благоустройства в следующем году. А давайте поподробнее поговорим, какая работа именно проводится. И, может быть, жителям, которые заинтересованы в благоустройстве этой территории, близлежащих домов, может быть, уже стоит включиться в работу? Что нужно делать, чтобы территория точно победила? — Ну, собственно, по этим территориям уже делать ничто не нужно, потому что вся работа уже была проведена. На данный момент это конкурсная процедура, соответственно, проводится и заключение муниципальных контрактов на благоустройство. А вот по реализации территорий, которые планируются к реализации через год, это в 2024 году, соответственно, да, нужно будет подключаться и участвовать в процессе отбора территории с последующим голосованием для благоустройства уже в 2024 году. Процессы у нас, они нормированы и осуществляются, будут аналогично текущему году. Это предварительный отбор территорий. Это также будет у нас обсуждение и голосование за непосредственно дизайн проекта, с корректировкой их, и следующий заключительный этап — это проведение голосования по, соответственно, выбору территорий, которые у нас будут претендовать на благоустройство в 2024 году. — А вот очень любопытно, насколько первоначальный проект вообще может отличаться от окончательной версии? И кто в основном на это влияет? — Ну, скажем так, окончательный вариант благоустроенной территории от первоначального дизайн проекта, который был предусмотрен и утвержден, он, как правило, не отличается. Почему? Потому что на этапе обсуждения дизайн проектов как раз и закладываются те основные идеи, которые должны быть выполнены при реализации данных проектов. могут быть скорректированы какие-то там, ну, не основные, не существенные моменты благоустройства данных территорий. Ну, такие, как ширина, скажем так, дорожек — это место расположения в зависимости от места, значит, месторасположения мафов, это лавок, урны и так далее. Да, ну, основная концепция благоустройства территории, она сохраняется на всем этапе от заключения муниципальных контрактов до реализации проекта и до приемки непосредственно общественной комиссии. Алексей Борисович, вот на мой взгляд, именно различные преобразования, в том числе, о которых мы с вами сегодня говорили, формируют вот именно эту новую среду. А вот подскажите ваше мнение, как изменить менталитет людей и защититься, ну, вот от вандализма, например? Ну, тема вандализма, она действительно не нова. На каждый год, из года в год мы встречаемся, значит, с данным явлением. Ну, что хотелось бы отметить? Прежде всего, реализация проекта, подобных проектов, как «Комфортная городская среда» — это и есть маленькое, наверное, изменение сознания жителей, которые проживают на той или иной территории, в районе той или иной общественной территории или в том или ином дворе. Почему? Потому что, наверное, все-таки приведенное в нормативное состояние и с учетом определенных стилистических решений территория, она позволяет, наверное, маленько по-другому взглянуть нашим гражданам на окружающую среду. Ну, в данном случае могу привести прям яркие примеры. Это вот из практики наших реализаций проектов. Есть такие территории общественные, которые мы реализовали и первично жители, скажем так, подростки, либо какие-то социальные элементы на данных территориях имели и осуществляли вот эти противоправные действия. То есть это ломали нам малые архитектурные формы и так далее. Но с учетом воздействия местных жителей, это общественности, то есть это когда у нас бабушки выходили и говорили, вы что делаете, это наша территория, и вы допускаете такие... Мы за нее голосовали, да. Мы за нее голосовали, мы участвовали в благоустройстве, участвовали в реализации данной территории, и вы осуществляете, вот ломаете. И действительно вот такие вот воздействия, при том местных жителей, они позволяли изменить ситуацию. И у нас вот те территории, которые подвергались подобным воздействиям, они в дальнейшем, через какие-то там полгода, год, они уже, значит, территории, которых мы не наблюдаем каких-то вандальных действий. Ну что же, комфортная среда должна быть полностью ориентирована, конечно, на человека во всех деталях. Я благодарю вас за интересную беседу. Наше время подошло к концу, и наша программа, как вы знаете, называется «Совет моего дома». А какой бы совет вы дали нашему дому под именем Самара? Ну, хотелось бы дать основной совет, чтобы наши граждане не были равнодушны и всегда принимали участие в реализации подобных проектов. Почему? Потому что, прежде всего, реализация подобных проектов, она нацелена на горожан для того, чтобы сделать удобным проживание в нашем городе. Спасибо. Это была программа «Совет моего дома». Надеюсь, что ответы, которые озвучил мой сегодняшний эксперт, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова